Всем привет! Сейчас я хочу коротко показать, как укладывать мозаику на стену. Мозаика стеклянная, вот такого типа. Сантиметр на сантиметр примерно размер у нее. И так 30 на 30 где-то она идет. Это у меня отрезанный уже готовый кусок. Она идет на стекле, стекловолокно такое, сетка. Стеклянная мозаика клееная. Значит я отрезал кусок по ширине. И у меня, так как я и не покупал, мне ее просто подогнали. И есть вот такие вот куски. Вот это остаток от такой вот этой части, которые я резал. Вот так она идет. Просто берете, режете малярным ножом. Нужно вам ширину. Из таких кусочков я тоже буду вылаживать, потому что у меня нету. Вот так буду клеить ее, короче. Ну не что-то важно. Значит, она здесь гибкая. Значит, что для этого нам надо. Вот такой клей. Кому интересно, короче, поставьте на паузу. Значит, тут написана инструкция. Все разводим по инструкции. Клей имеет консистенцию муки. То есть он порошок. Порошкообразный, как мука. Значит, нужно еще для этого нам кое-где крестики, клинушки расшить. Ну, пару шпателей каких-нибудь. И еще нужно нам, значит, шпатель с зубчиком. Но так как у меня не оказалось шпателя с зубчиком, я буду использовать кусок рапидовой пилы, аккуратно подогнанный по размеру. Значит, обычный шпатель берем для клея обойного. Там главное, чтобы зубчик был миллиметра три глубина. То есть канавки. Потому что у меня есть шпатель обычный плиточный, 5 на 5, он большой. И когда вы приклеиваете саму мозаику, выступает клей туда. И вы не сможете нормально расшить. То есть это много работы мыть потом ее. Для того, чтобы не проступил клей. Значит, еще один немаловажный момент. Как подогнать? У меня плитка шире по высоте мозаики. Значит, вот так вот. Эта мозаика у меня отойдет там примерно 0,4-0,5 наверное. А плитка 0,6-0,8. То есть, ну, выше. Как подогнать? Так, чтобы вот так вот, когда вы приложите уровень, либо что-нибудь плоское, она была вровень. Значит, вот вырезаем вот такой шаблон. Вот эта часть идет на расстояние мозаики. Ну, вот так, грубо говоря, по высоте. Вы обрезаете, 4 миллиметра делаете. Вот. Потом, вот эту плоскость, потому что не везде стены, не во всех ровные, забрасываете, штукатурите ее так, проводите. Если у вас плитка, у меня плитка не царапается, если у вас плитка царапается, здесь наматываете изоленту. Но тоже по высоте, ну, чтобы не царапалась плитка, если она керамическая. У меня где-то было алюминиевое мое лекало, каким я делал, я ее где-то выбросил. И вот так провели. У вас получается, эта глубина, вот здесь, ровно на глубину мозаики. Она не будет торчать, не будет туда затоплена. Это, что касается того, как подогнать саму мозаику, вот, в размер. Замешиваем клей. Клей обычный я замешаю шпателем, у меня надо совсем одну капельку. И будем наносить и клеить. Значит, поверхность я не грунтую, вообще лучше прогрунтовать, но, как бы, я ее буквально вчера, она позавчера высохла. Здесь пыли нету никакой. Есть еще, забыл еще сказать, значит, есть еще такой вид керамики. Я бы даже там снизу ванной покажу. Она чисто керамическая, то есть такая же плитка, как и здесь. Ее тоже лучше ложить на этот же клей, поскольку обычный, СМ, какой там, любой клей серого типа, возможно, отскочит она. Потому что здесь бумага, и она клеится довольно плохо. Значит, замешал вот так в ведре клея буквально капельку одну. Сейчас, значит, я наношу его и разравниваю. Значит, теперь берем мой шпатель импровизированный. Я его сейчас смочу, для того, чтобы он легче шел. И вот так, таким образом. Вот, столько клея я снял. То есть, поверхность должна быть идеальная. И клея расход идет минимальный просто. Значит, почему со стороны в сторону, так у меня, я делаю, потому что я не хочу просто резать эту пилку в размер в размер этой плитки. Вот так, сняли раз. Сняли два. Сняли три. Значит так, берем нашу плитку. Вот так. Край. Сняли здесь. Там, где вырезы, мы немножко сняли, чтобы потом не зачищать. Значит, и вот. Берем плитку, вот так раз. Два. И три. И ни разу не придавливаем. Вот так. Пригладили, вот. Так как идеально у нас поверхность, сильно не прижимаем. Все. Плитка приклеена. Теперь. Все. Ирина. Вот. estáдrow. Бритка. Ирина. Значит, здесь встречаются вот такие вот кубики, вот он криво приклеен. Что делаем? Малярным ножом нарезаем с одной стороны и выправляем. В данном случае я вот здесь нарезаю сейчас. И вот здесь. Кусочек держится, но он ляжет так, как нам надо. Что хотел еще показать. Там, где сильно прижимаем, получается такая вот история. Вот. Видим, пролезло. Здесь вот везде нормально. Стыка не видно ни разу. А здесь пролезло, потому что больше клея получается. Вот проблема его с пичкой, чем попало, проблема его удалять. Значит, вот эта, которая была плохо прикручена, плитка, опа, она поравнялась. Значит, друзья, вот так получилось положить. Значит, просматриваем, по чуть-чуть приглаживаем, где не приглажилось немножко. Стараемся прижать, для того, чтобы вся мозаика просто прилипла. Стыка. Значит, кое-де я ставил клинушки для того, чтобы увеличить разрывы. Можно было без клинушки, но чтобы было соотношение. Вот так вот получается. Сейчас я покажу немножко ближе. Сильно прижимать не стоит, поскольку может вылазить, где слой неравномерный, либо немножко. Есть разница. Значит, вот так я расклинил. У меня плитка 30 и мозаика 30. Я ее немножко расклинил, чтобы у меня получилось там вверху. Ровно так, как мне надо. Вот так. То есть, там тоже в размер она идет. Если у вас плитка неразмерная, то есть не 30 и не 30, то вам нужно учитывать это, чтобы не попасть в рассак. Это, что касается укладки мозаики, стеклянные мозаики. Еще раз повторюсь. Все, друзья, на этом все. Подписываем, ставим лайки. Всем удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова